На льду команда 10-го года рождения. Сегодняшняя тренировка предыгровая, значит нужно выложиться на все 100. Встреча предстоит на выезде с серьезным соперником клубом «Витязь» из Подольска. Тренер Александр Скугорев внимательно следит за тем, как мальчишки выполняют упражнения. Тренировка проходит отлично. Мы готовимся к играм. У нас будет «Витязь» и «Дмитров». У нас сегодня были упражнения, приближенные к игровым ситуациям. Это передачи, броски, катание, взаимодействие партнеров, взаимодействие защитников. И в конце мы играем, даем поиграть, чтобы они почувствовали друг друга, почувствовали ритм игры, чувство партнера, силовые единоборства, чтобы потолкались завтра, чтобы были готовы к игре. Говорят, вот если хорошо тренируется команда за день до игры, уже тренер начинает волноваться. Они здесь все забивают, все у них получается, на следующий день выходит и все точно наоборот. Вот это вот работает точно. За все годы моей работы вообще в хоккее и в детском, и не в детском, это примета работает. Но все говорят, а одинцовские спортсмены не слушают. В этом сезоне они успешно играют на первенстве Москвы и Подмосковья, скрещивают клюшки минимум раз в неделю. Главные болельщики – родители. Раньше болели на трибунах, сейчас – дистанционно. Кажется, что сколько раз ты видел эти игры, сколько раз ничего там не происходит. И каждый раз или ты смотришь это вживую, сейчас это сложнее, потому что не пускают зрителей, или ты смотришь это в трансляции, но это каждый раз непередаваемые эмоции. Если я смотрю игру на работе, у меня вся работа болеет со мной вместе. Это кричи, это радость, все забивают и расстройство, если проигрывают. Тренировки не менее пяти раз в неделю. А если игра в планах одна, то все шесть. Начинающие хоккеисты в первую очередь оттачивают технику катания и владение клюшкой. Чуть постарше учатся работать сообща. Тренер не просто должен научить всему, что умеет сам, но и сделать свою команду сыгранной, разглядеть звенья. Когда они еще маленькие, мы, наоборот, развиваем индивидуальные действия. Наоборот. Мы их не стремим, чтобы они уже начинали сразу играть в пас. Нет. Развиваем, наоборот, индивидуальное – это катание. Идеальное катание, что было. Идеальная техника владения клюшкой, шайбой, броски, передачи. Наоборот, только идеальное развиваем. Это, допустим, через 2-3 года уже начнем больше уделять внимание взаимодействия тактическим схемам. Пробуешь, все равно ставишь того игрока с тем. Что-то не пошло, другого поставил. Так и ищешь эти сочетания. Но, в принципе, если секрет он… Ну, это даже не секрет. В тройке должны играть разноплановые нападающие. То есть один может носить рояль, второй играть на этом рояле, третий, еще что-то. Ну, то есть они должны быть разноплановые. Впрочем, одного льда для побед мало. Без общей физической подготовки никак не обойтись. В Ледовом дворце «Армада» есть зал ОФП и бросковая зона. И даже этого недостаточно. Для каждого хоккеиста, даже начинающего, спорт – образ жизни. Хоккей – это моя жизнь. Меня это вдохновляет. Всегда есть мотивация. И я живу хоккеем. Лев Михлин занимается хоккеем с четырех лет. Учится в спортивном классе Одинцовской школы номер 12. В будущем видит себя профессиональным спортсменом. Хочет играть за ЦСКА или Московское «Динамо». Пока товарищи по команде и по совместительству одноклассники равняются на Харламова и Овечкина, Лев берет пример с тренера Александра Скугорева. Как Александр Петрович Скугорев. Как ваш тренер? Да. Почему? Ну, он кумир, как кумир и как тренер. Хочу на него равняться. Он много где играл. В ЦСКА, в «Динамо», «Москва», на Евротуре, в сборной России. Так что мне есть куда равняться к нему, к Александру Петровичу. Давайте попробуем просклонять словосочетание с одушевленным предметом и посмотрим, что произойдет там. Третий урок у спортивного класса «Русский». На каждый вопрос учителя лез рук. Это не работа на камеру. Мальчишки знают, что за тройку могут остаться без игры. Мы ходим в школу и смотрим, как дети учатся. Если ребенок где-то отстает, мы говорим, что давай, мальчик, пока пропусти, пока подтянись в школе. Потом уже придешь сюда. Да, мы такое делаем. Нападающему Тимофею Войту нравится не только забивать голы, но и читать. Его любимые книги про Гарри Поттера. Учится на 4,5. Такую возможность ему в том числе подарил спорткласс. Спортивный класс, он такой необычный. Он как бы все время на настроении. Очень хорошо, не скучно, главное. Смотри, а не устаете друг от друга? На тренировках вместе, на турнирах вместе, в школе вместе, везде вместе. Нет, не устаем. Мы же одна семья. С мальчишками непросто, но очень интересно. Но поскольку у меня у самой два сына, может быть, здесь какая-то помощь есть. Все-таки общение с мужчинами, с мальчиками, это вот... Мы находим подход. Тренировка – часть школьного расписания спортклассов Одинцовской школы номер 12. Благодаря этому хоккеисты одинаково успешны и на льду, и в учебе. Юный москвич Анатолий Мараев выбирал между футболом и хоккеем. Выбрал последний. Но занятия спортом с трудом вписывались в учебный график. Родители приняли решение переехать в Одинцово. Сейчас мальчик – левый защитник команды «Армада» 2010 года рождения. Ну, спорткласс – это уникальный класс, где подстроены тренировки специально под наш учебный процесс. И это дает преимущество, что мы больше тренируемся и совмещаем замечательную учебу с хоккеем. В спорткласс мы пришли не просто так. Мы жили в Москве и занимались в московском клубе. А потом принято было решение перейти в Одинцово, и чтобы не терять ни в учебе, ни в спорте, было принято решение идти в спорткласс. Потому что организация процесса настолько правильная и грамотная, что ни в школе ребенок не пропускает, ни на тренировках. Очень хорошо организован процесс именно интеграции школы и хоккея. То есть не страдает ни один вид деятельности, ни другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз в первый класс 25 спортивных мальчишек. Пошли в школу в 2010-м. В этом году они выпускники. Инициатором создания спортивных классов была Лариса Евгеньевна Лазутина с ребятами 2003 года рождения. После того, как хоккей нам был передан в спортивную школу, мы создали спортивные классы на базе школы номер 12. Это ребята 2009 года рождения, 2010-2011 годов рождения. Совместно с управлением образования и школой нам удалось выстроить правильный и грамотный учебный процесс в первую очередь. В отдельных возрастах у нас утренние занятия и учебный процесс начинаются в районе 10-10.30 утра. В некоторых возрастах у нас учебный процесс начинается сразу по окончанию учебы. Это нам дает полностью реализовать вопросы, связанные как со спортивным образованием, так и общим образованием. В первую очередь мы имеем возможность больше предоставить льда, потому что так называемое мертвое время, которое ранее здесь не использовалось, это время с 8 до 10 утра, сегодня оно востребовано. Особенность обучения в спортивных классах в том, что у нас, будем говорить, существует со спортивной школой Одинцовой соглашение, по которому мы в режим дня школьника закладываем и углубленный тренировочный процесс в Ледовом дворце Армада, и, естественно, учебно-воспитательный процесс или образовательную деятельность в стенах школы. В 12-й школе спортсмены учатся в 3-м, 4-м и 5-м С-классах, а также в 11-х А и Б. Коэффициент обученности высокий. У тех, кто помладше, не менее 96%. У будущих выпускников 91 и 97,5% соответственно. Тема нашего урока сегодня – этимология спортивных слов. У 5-го С, русский, Татьяна Юрьевна Костикова – педагог со стажем. Впрочем, только опытный учитель может заинтересовать активных детей своим предметом. В таком классе действительно работать непросто. И справиться может именно профессионал. Вот это состояние души, будем говорить, находиться в постоянном движении, оно заставляет педагога хорошо готовиться к урокам, держать руку на пульсе, быть в постоянном профессиональном тонусе. Среди выпускников Татьяны Костиковой немало чемпионов. Совсем недавно очередной приятный звонок из Красноярска. Бывшая ученица Арина Ушакова спешит поделиться радостной новостью. В выходные дни меня очень порадовал. Звонок был из Красноярска, чемпионы России. Я очень рада. Очень нелегко далась им эта победа. Они к ней шли долго. Занимали вторые и третьи места. А вот чтобы занять первое место, это было очень нелегко. Хотя они являлись и чемпионами Европы, участвовали в чемпионате мира. Но вот эта вот победа далась мне легко. Потому что соперников у них очень много. Но я хочу сказать, что это дети, которые очень много над собой работают. Это настоящие труженики, которые никогда и нигде не знают покоя. И очень воспитанные люди. Для спортсмена тренировки важнее, чем уроки. Этот стереотип в Одинцовской школе номер 12 побороли давно. Снисхождения нет, но есть понимание. Требования жесткие. Никому никаких поблажек никогда не бывает. Единственное, что могу понять, что ребенок в данный момент не успел выполнить задания. Игры, тренировки. Но он его обязательно должен выполнить. И так, как положено. Среди хоккеистов в пятом С учится фигуристка София Науменко. Она уже кандидат в мастера спорта. Сейчас разучивает тройные прыжки, чтобы защитить очередной спортивный разряд. Спортивный класс хорош тем, что все спортсмены. И все веселые. А вот когда я училась в обычном классе, все были зануды. Пятый С класс дружный. Здесь учатся хоккеисты, фигуристы, футболисты, борцы. Их объединило желание побеждать. Причем не только в спорте, но и в учебе. Когда у тебя что-то не получается в каком-то данном элементе, тебе помогут. Любимый урок – математика. Больше всего Леониду Новикову нравится решать задачи и уравнения. Но это в школе. На поле он вратарь, поэтому приходится ходить на дополнительные тренировки. К слову, скорость реакции Леонид оттачивает и дома. Жонглирую мячиками. Сколько мячиков? Двумя, тремя. Одной или двумя руками. Тренер следит за дисциплиной спортсменов не только на льду, но и в школе. Учитель – частый гость на играх своих учеников. На помощь обоим всегда готовы прийти родители. Слаженная работа уже принесла свои плоды. Победы на матчах, хорошие оценки в дневниках. Счастливые дети, которые не разрываются между спортом и учебой. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok